У меня закончились деньги. Пополни мой счет. Подпись Маша. Или же ваш сын попал в аварию. Пришлите срочные деньги на этот номер. Впечатлительные люди старшего возраста частенько бросаются выполнять просьбу неизвестных и попадают в финансовую ловушку. Благо, если обмануться на небольшую сумму. Основными видами мошенничества в настоящее время являются такие, как звонок на мобильный телефон. Ваш сын попал в аварию. Ваш сын попал с наркотиками в полицию. В настоящее время решается вопрос о задержании его места лишения свободы. Однако поступают в ходе разговора такие предложения, что можно решить вопрос мирно. Нужно созвониться со следователем или он вам сейчас перезвонит и выполнить свои условия. На сегодняшний день телефонных обманок расплодилось великое множество. Правда, в основе, как правило, лежит несколько стандартных и довольно простых схем. Причем есть явно незаконные способы вытянуть из людей деньги, а есть те, к которым даже прокуратура подкопаться не сможет. Выявить киберпреступников зачастую бывает крайне сложно. В текущий период нам удалось достичь положительных результатов. 8 фактов мошенничества мы задокументировали. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, которые дали свои результаты. В настоящее время вина данных лиц доказана. Лица признали свою вину. И в настоящее время данные дела с обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Пользуясь доверчивостью и впечатлительностью людей старшего возраста, мошенники заполоняют разные сферы жизнедеятельности. Еще одним популярным видом обмана стала продажа дорогостоящей косметики, за которую люди готовы выкладывать бешеные деньги. Участились количество обращений по поводу приобретения в кредит косметических средств и услуг, а также одеял и пледов. Соответственно, беда заключается в том, что люди в момент заключения такого договора кредитного не отдают себе отчет и находят состояние неосознанности. Можно составить психологический портрет таких людей. Это женщины средних лет, незамужние. Где находят такие данные представители этих организаций, мы тоже не можем знать. Но, как правило, это назойливые звонки. И здесь мы хотим наших слушателей предупредить о том, что если вам все-таки поступают такие назойливые звонки, то сразу общение с такими людьми обрубать на корню. Базовые правила безопасности для владельцев сотовых телефонов сводятся к тому, чтобы не отвечать на сообщения или звонки, если они пришли с неизвестного номера. И стоит много раз подумать, прежде чем отдавать неизвестным вам людям крупные суммы денег. Будьте внимательны. Я лично порекомендовал, в первую очередь, это успокоиться, задать ему буквально простые же вопросы. Год рождения, где он родился, кто его мама, как его папу зовут. То есть, как правило, мошенники начинают избегать данных ситуаций, заводить какие-то другие определенные вопросы, избегать этих ответов. Тут нужно сразу предполагать, что это работают мошенники и никакого факта об этом не случилось.